Спасибо. Голодя, я тебя напрягиваю, слушаю. 5 баллов и замирание на полное исчезновение. Видимо, не тот час встречи на плене. Я хочу передать пожелание народа. Это правильно рапорт. Это 40. Какие 40? Я думаю, Юрий Викторович вам переретранслирует. Народ, народ, очень возмущен и наголосен. Там гурика, антенну что ли оторвали? Ну, неплохое, так скажем. Вода попала. Такой сигнал на передачу. Народ просит вас заняться и попросить серьезно такого товарища, как РКТ Федор Николай, чтобы он вам объяснил, как надо настроить этот кинул, чтобы он зазвучал. Юрий Викторович, переведите. Я не могу, у меня помеха все прикрыла. Юра, Юра, я все понял. Володя, я все понял твои пожелания, пожелания народа. Здесь и ценовая подсказывает... Желание, говорит, народы. ...трансивер связной. Здесь главный приемник, который стоит более 300 тысяч, а остальное на передаче, там три микросхемы стоят. Это все стоит 50 тысяч, ну максимум. Так что люди не знают об этом трансивере, поэтому делают неправильное представление. Вот так. То, что заменить микрофон, мы это сделаем. Это не проблема. Мне это сейчас совершенно не нужно. На приеме. Лев Александрович, ну я-то вас прекрасно понимаю, но народ-то не понимает. Он в том, что не будет. Он хочет сигнал на передачу. Вот мягко. Главное беспокойство. Ну уж вы будьте добры. Пусть вы удивите там эти три микросхемы, например. Ну я вот понимаю. Это, наверное, реплика Сергея, я понял. У него одно увлечение. У меня несколько другое, в другом плане увлечение. Поэтому и цена, оценка этих аппаратов. У него что-то в другом ключе идет. Так что пусть он увлекается. Есть такая линия сейчас. Линия увлечения. Я слышу такие сигналы, но они меня не привлекают. Поэтому я ориентируюсь на массу. И подходы конструкторов, которые специально разработают вот эти аппараты связные для проведения связи. То, что открываются возможности, когда появилась цифровая техника, В общем, уже большие возможности украшать сигналы. Получать высокие параметры. Особенно если у нас есть еще 100. А меня интересует весь аппарат. Поэтому я еще высказал свое мнение. То, что... У каждого свое мнение. Ну что же, мы все разные люди. Так что у меня твердое понятие, какой я аппарат купил, на что он способный. Так что я ценю приемную сторону этого аппарата. А то, что там три микросхемы, которые формируют на полу ССБ сигнал, и потом вводятся в каналы приема. Вот! Здесь начинается скидка изюминка. Я все понял. А что на роботу применять? Прием. Привет. Так, Юра. Пожалуйста, подскажи. Я Володю потерял. Может быть какая-то ценная информация от него идет. Поэтому можешь дополнить? Здесь Р-3Мария идет. Прием. Я вам просил передать привет. А, спасибо. Юрик, а ты почему извращаешь перевод? Переводчик, хренов. Подожди, я не настроил, Володь. С Новым Годом, с Рождеством Христовым. Спасибо, Юра. Тебе так же. Взаимно. Растерялся немножко. На 6 баллов. Ну, может быть, воспользуемся улучшением прохождения. Еще что-то ты скажешь, чтобы мне было понятно отвечать на вопрос. На твой вопрос. Прием. Судью намыло, судью намыло. Хе-хе-хе-хе. Неправильно. Не, микрофон намыло. Понятно. И сейчас, да? Микрофон намыло. Да, сейчас народ топает. Ногами будет. Возмущаться. Ну, пусть топает. Мы-то знаем, что делаем на приеме. Русские заморозились. Блин. Ага, Юра, здорово. 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 Всего тебе злого желаю. До встречи. До свидания. Лев Александрович. Будь здоров. Самое главное. С праздником 73. Спасибо. Жук злое. Спасибо. Понял. Всего доброго. До встречи. Пока. Пока, пока. Жук злое. Звучит. Лю-лю-лю. Да нет звучаний, Володя. Нам перестроиться. ДЖК-3. Звучит. Заржавели. Давай-давай. Поговорить тут маленько. Он говорил попозже подойдет А куда Наполеона дели? Какого? Который бы Наполеона на остров Святой Елены послали А говорят он в третьей палате лежит Не обижайте Гоуикса Юра ни в коем случае мы и не думали Это мудрейший из мудрейших Юра Как можно обижать мудрейшего? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok